В вопросах безопасности общественного транспорта и качества пассажирских перевозок в Саратове существует масса проблем, вызывающих многочисленные жалобы жителей. Об этом заявил Валерий Сараев на постоянно действующем совещании. По словам чиновника, горожан чаще всего возмущает хамское отношение водителей к пассажирам, а также неудовлетворительное состояние микроавтобусов. После докладов о работе комиссии по безопасности дорожного движения глава города дал свою оценку этой деятельности. По его мнению, в муниципальном учреждении транспортное управление работа выстроена плохо и поручил провести в этой организации проверку с участием общественников. Замечание вызвал и отчет начальника ГИБДД по Саратову Виктора Курышева, который рассказал об участившихся случаях падений пассажиров в салонах автобусов. По мнению главы города, водителей, в машинах которых были подобные инциденты, нужно привлекать к ответственности. В числе прочего, не обошли стороной тему отсутствия горячего водоснабжения во многих домах Саратова. По данным городадминистрации, в городе остается 122 дома, в которых эта проблема пока существует. Энергообеспечивающие организации закончили основные работы по опрессовке магистрали трубопроводов и подали теплоносителям на квартирные дома. Однако на сегодняшний день фиксируются массовые жалобы граждан на то, что горячая вода, недостаточные температуры, часто отсутствие циркуляции воды внутри домовых систем, происходит из-за небрежного отношения к своему обеду со стороны управляющих компаний. На заседании также наградили победителей конкурса детского рисунка «Раскрасть Саратов», который прошел одновременно на разных открытых площадках города в День России. В завершении совещания огласили результаты конкурса среди районов областного центра за май 2017 года. По итогам оценок их деятельности лучшим стал Волжский район, на втором – Заводской, последнее место у Октябрьского района, главе администрации которого Валерий Сараев посоветовал перестраивать работу.